Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на новые видео! С вами сегодня Катя Аликун, и со мной сегодня Адрюша Эдипай! И добро пожаловать на вторую серию по выживанию в такой игрушке, как Сабнатика! Есть, Илью Патя! Ну что ж, мы продолжаем играть в кооперативы, ребята, я вам хочу сказать реально огромное спасибо за то, что вы так сильно поддержали идею, полна цена прохождения, и огромное спасибо вам за все советы и комментарии, которые... Ого да! Что? Фильтровый на вода лежал, я подобрал. Нет, это просто странно прозвучало, мы находимся вокруг воды, да, и ты такой, о, вода! В общем, друзья, сегодня, я думаю, нас ждет много чего интересного впереди, я почитал комментарии... Это что такое? Ему... Она у меня такая огромная сначала! Это я тебя покушать приготовил. Реально? Это она готовая? Это она готовая? Да куда она на дно падает, что за время? Андреич, да блин! Я теперь еще попал под эту подгазовую атаку эту, блин! Андрей! Просто, чтобы ты понимал, короче, эту рыбу, которую ты уронил, она упала в воду, и она резко, как якорь, просто на дно опустилась, понимаешь? Как будто она камнями набита. Да, да, я просто... Мне пришлось плыть за ней, чтобы... А ты, это реально приготовленная еда? А реально приготовленная? Ой, ты какой, Андрей же заботливый, а! В общем, нам, короче, написали много чего полезного, много реально хорошей информации, поэтому мы сегодня будем следовать, соответственно, по этой инфе, и все такое. Также, ребята, мы пропустили тот один момент. В общем, мы как только подключались к серверу, Андрей зашел первый, я зашел второй. И в момент этого подключения происходит просто какой-то непонятный взрыв вот там вот на корабле. Я не успел, честное слово, его увидеть, но после этого нам дали какие-то противоразиационные костюмы, и, собственно, мы так подумали и решили, что, скорее всего, не просто так, нам дали эти костюмы, да? Ну, скорее всего, можно теперь туда приплыть. Возможно, да. Потому что там радиация. Возможно. Также, смотри, короче, ребята советовали в комментариях нам сразу прокачать костюм, не в костюм, а вот этот кислород, который у нас есть, да, прям на максимум. Потому что мы постоянно будем погружаться на глубину, и это реально очень важная штука. Вот, также дали много советов по поводу крафта и постройки нашего дома. Нам нужно найти, кстати, с тобой глайдер, который находится на капсуле номер 3. Этому сегодня реально будет много чего интересного. Мы, кстати, можем сразу, мне кажется, туда поплыть. Смотри, капсула 3, вот, мы там уже, кстати, были, по-моему, с тобой. А, не, не пойду. Мы просто глайдер не нашли, не? Не пойду. Не пойдем еще, как миленький пойдешь, Андрей. Так, я вот единственное думаю, нам нужно ли что-то с собой приготовить или не надо. Вот этот морской глайдер нам, по-любому, нужно как-то изучить. Потому что, ребята, вы написали в комментах, что благодаря нему мы сможем с Алиоку еще передвигаться просто по... Вот, тебе надо зайти в человечка, зайти в снаряжение, и вот, смотри, написано про деворационный костюм, и написано, что нужно свинец и сечетое волокно. А сечетое волокно, это что такое? Я вообще не знаю, что это такое. Короче, мы еще написали в комментах, что мы обязательно должны сделать себе нож и сканер, чтобы сканировать территорию, которая находится вокруг нас, чтобы мы сразу понимали, что да как и куда плыть. Вот, и нож также... Это ты что просканировал? Это что ты сделал? Баллон. Баллон? А ты какой баллон сделал? Прям большой какой-то себе или что? Погоди. А ты сделал высокой емкости или просто баллон? Какой ты сделал? Подожди, еще посмотрю. Погоди, ты обычный, так у тебя и так обычный был, ну ты нафига расходуешь опять все ресурсы, скажи мне, пожалуйста, да? Я не могу, я просто не могу. Короче, давай, для начала мы сделаем себе нож, да? Ну, потому что... А что ты сейчас делаешь? Это что такое? Силиконовую резину для ласта. Так, силиконовую... А, кстати, ласт тоже нужно сделать. Короче, ребят, мы сейчас будем плотно просто углубляться, да? То есть создание в крафт, потому что... Что я сделал с этого? С этого мы дальше никуда не пойдем. И что ты сделал? Это что такое? Ласты? Ласты? Нифига, блин, услышите, реально. Я тоже теперь хочу. Где, а ласты из чего делаются? Так, снаряжение, ласты, ласты, ласты. Силиконовая резина, да? Силиконовая резина у нас делается, напомни, из чего? По-моему, из... Из желтого цветочка, который нам вчера поможет было. А, вот, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Все, короче, сейчас, ребята, все быстренько это сделаем. И уже, наконец-ки, отправимся на тот затонувший спутник, который мы с вами должны обыскать. Вот, все, вот, теперь я тоже себе делаю ласты, отлично. А вот они, блин, ништяк. Вот, прям, смотри, смотри, видишь, как они тебе на мне отображаются, да? У меня тоже такие же, да? Или, стой, нет, погоди, такое ощущение, что у тебя они длиннее, чем у меня. Погоди, я точно их наделал. У тебя зеленые. Ну, у меня, а, нет, все, да, они на мне. Просто они у меня какие-то короткие получаются, а они у тебя какие-то длинные. У меня, Олег, кстати, большой. Какой, что у тебя, большой, а что? Так, Олег, смотри, открывай. Песовороды баллоны или что, скажи, пожалуйста. Олег, открывай аптечку с собой, забери. Так, а мы еще не все сделали, ты, погоди, нам еще нож надо сделать, как минимум. Я все время просто теряюсь еще, ребята. А у тебя еще желтый цветок есть? Вот, смотри, нам титан. Вот, нет, не знаю. А, видишь, там этот контейнер плавает, который рядом с нами? Вот там был, по-моему, вот этот желтый листочек. Вот, можешь его подобрать и все. Давай, давай, давай. Я могу тебя смазать, куда, Андрей, если у тебя будет проблема, если ты не сможешь власть из своей залезть, если надо будет. Нет, у меня маска тяжелая, если я думаю, что я большой болт. Блевадка. Ты пойму, Афей, или что? Так, погоди, стоп, я стоп, я стоп, забыл, ты меня сбила, Андрей, понимаешь? Так, мне нужно что, мне нужен титан, но я раз этот титан не подобрал, погоди, что ты дал, это реально дизлит. А я все, я все, я все положил туда, погоди, а это свинец, дождь, а у нас же был титан, у нас же был. Не было у нас игрок титана. Я помню, у нас был титан, ты его выбросил, я точно это помню, ты сам про это сказал. Не-не-не, я помню, что я это, хей, бля, хей, бля. Так, все, я нож делаю, смотри, сейчас у меня нож будет, смотри, а ну-ка, емо, ну это как в кэске, прям, слышишь? Все, вообще по кайфу. Так, давай еще посмотрим, что мы можем скрафтить. То есть, смотри, нам так или иначе. А титан есть? Титана нет, титан переделывается из металлолома, то есть нам так или иначе сейчас нужно будет спускаться на дно и искать его. Вот, ну тогда переделывай, если у тебя титан есть, ты можешь делать. А тогда ты используй для крафта, что ты тупишь тогда, а? Да-да-да-да. Так, смотри, нам что надо сделать дальше. Огнетушитель я пока не вижу смысла делать, потому что у нас пока ничего не горит толком, да? Нам надо сделать реально проэводиционный костюм. То есть, он делается, вот нам единственное осталось разобраться, чего делается с сетчатая волокна. Ну, я думаю, мы с этим разберемся обязательно. Я думаю, что в принципе, на самом деле, уже даже сейчас мы можем плыть на ту капсулу, да, спасательную. Ну, всё, я в принципе готов, слышишь, я в принципе готов. Чё, погнали? Блин, я тебе отвечаю, это реально так забавно выглядит. Парень, сука. Я сейчас ещё всё скину, всё, что не нужно, да, вот это всё, вот это, титан, смазочку, вот сюда. Всё, ну я готов, слышишь, я... Ну, на больше хранилища залипал. Ну, а что, мы будем расширяться, обязательно в ближайшее время будем расширяться. А, во, я понял, что мы не сделали сканер, про сканер забыли, погоди. Блин, ребят, так тяжело готовиться, на самом деле, когда ты только вникаешь, понимаете, в смысл игры, потому что реально, потом уже мы разберёмся, уже будем знать, где чё лежит и всё такое. Так, а ещё делается, вот, сканер, батарея и титан. Батарея, кстати, я помню, у нас была, точно была, вот, отлично, батарейка у нас есть, всё. Я тогда сейчас себе сделаю сканер, единственное, я не знаю, как им польз... Так, а что, погоди, вот сканер, всё, всё, я реально сейчас готовлю себе сканер. Питероскопический сканер может быть использован для составления черпишей на основе... Привет. А, так, стой, погоди, Стас, подожди, реально, я с помощью сканера, самосканирование, погоди, я могу сам себя просканировать, а зачем я это делаю? Ему, хо-хо-хо, самосканирование завершено, жительные показатели в норме. Подожди, для чего используется сканер? Мне вот это вот интересно. Так, всё, погнали, слышишь, я, в принципе, готов. Олег, мне больше интересно, для чего используется смаза. Ну, ты дурак, что ли, конечно же, оно используется для крафта, Андрей, для чего же всё? Так, хорошо, допустим... А мне кажется, чтобы со свистом пролетал. Так, так это не работает, да, а для чего? О, вот, смотри, прикинь, да, я могу... Ты ножом добыл? Не, я могу, смотри, я могу сканировать вот пластичный коралл, я не знаю, что я, конечно, этим делаю. Всё, местная форма жизни, а, я изучил его, прикинь, то есть таким образом я просто это изучаю. Так, а ножом я всё равно не могу это добывать, да, я просто думал, что если я буду... А, не, вот, смотри, всё, я взял образец, смотри, ему... О, блин, это реально прикольно, ты же нож сделал себе, да? Делай так же, делай так же, и всё. Правда, у нас камыша, я пизжу его, и всё. Блин, ну, это круто, на самом деле, слышишь, вот это прям реально классно. Единственное, ещё нужно будет сделать обязательно фонарик. Так, а погоди, как это выглядит? Да, всё, у меня теперь дофига просто образца пластичного коралла, да? Я думаю, что так или иначе, это, ну, в будущем понадобится нам для крафта. Так, давай будем, давай будем, давай будем плыть туда в сторону, соответственно, вот этого, чего там у нас, экипажа, да, который затонул. О, потому что там мы-то сто процентов должны найти что-то полезное, это прям инфа сотка, поэтому будем направляться пока что в ту сторону. Погоди, а я могу ломать вот эти вот контейнеры и добывать с них что-то, нет? Ай, блин, так это не работает, к сожалению. Ты добыл сетчатое волокно, чего? Погоди, а как оно выглядит, чтобы я понимал на будущее? Я с цветка рубанул, я просто подпыл к этому. С цветка? Какого цветка? Что за цветок такой? А ну-ка, погоди. С водорослей, водорослей. А, реально, и всё? Той, смотри, ты просто, ой, погоди, стой, ты просто, о, во, всё, во, я тут, прикинь. Слышь, Андрей, а такой вопрос, а мы вот этим ножом, допустим, сможем вот этого лосева просто загасить, а? Ну, я думаю, что это мразь надо убить. Ну, давай, реально, а то стоит он что-то, фуняет, о, реально, я режу, 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 по-моему. Я тоже вроде бы. Или нет, или нет, я вот этого не понимаю, я не понимаю. Ай, вот теперь, слышь, ура, я так нафунял вообще. Нет, слышь, мне кажется, это немного не так не работает. Мне кажется, для этого прям нужно нормально такое оружие. О, я мне завонял так жёстко. Так вот у меня тоже, тут просто такая, тут такой сгусток дыма, это правда. Он урон просто воню на него. Так, слышь, там ночь наступает уже, быстрее поплыли к нашему, к этой капсуле, которая нас там пожидают. Ну, либо этот, Алик, здесь на обздел, короче, им прикрывается. Нет, 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 Андрей, ты ошибаешься, я разве так мог жёстко, скажи, пожалуйста. Так, пока я вот эту рыбу, о, слышь, а вот эту рыбу я ударил, а вот эту рыбу я ударил, она прям побольше по размеру, ну, то есть, нет, я ж... А чё, она как будто каменная какая-то, реально. А чё, я её загасил, она больше не бывает. Давай мальковь заебашу, мальковь. Блин, ну без фонарика вообще нифига не видно, просто. А его можно скрафтить? Да, фонарик можно скрафтить, надо будет обязательно его сделать, там просто стекло, стекло делается из кварца, писали в комментариях. Так, ну вот, смотри, вот та самая капсула. Ну, мы уже были здесь, единственное просто, по-моему, были здесь, я уже, честно говоря, не помню. По-моему, да. Просто здесь у нас должны быть чертежи какого-то глайдера, то есть, который... Вот, смотри, оставленный КПК забираем, а-а-а, это что за звуки там такие, Андрюша? Я их отсканирую, здесь фрагменты морского глайда. О-о-о, там акула, Андрей! Залезай на акулу! Ну нафиг просто, я не выпал отсюда, нет, всё, я не пойду туда, ну его нафиг вообще. Оставленный КПК, я не пойду туда, на акулу, долбоёвки. Я тоже не хочу туда идти, но нам нужно это сделать, потому что кислород заканчивается. Ой, бля, тут же нафиг быстрее. Какой бред просто, ну нафиг. Нет, слышишь, ночью, конечно, опасно, потому что просто нифига не видно. Нет, стой, погоди, здесь должны, мне кажется, оставлены быть какие-то, ну, от глайдера что-то. Иди сюда, смотри, я выплыви наружу. Сейчас, ну-ка, давай. Ты можешь это изучить? Где? Ты где? Я не вижу тебя. А, во, погоди, во, вижу, 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 что там такое, что там? Здесь какие-то фрагменты морского глайда. Во, да, вот, фрагмент морского... Так, может, сканер... Во, да, смотри, с помощью сканера я его сканирую, всё! Просканирован фрагмент морского глайдера, общий прогресс 50%. То есть там ещё нужно один такой фрагмент найти. Я, кстати, помню, что мы где-то видели этот фрагмент. Возможно, не здесь, но где-то неподалёку от нашего дома. А что ты сразу так, а? А, ну, ты сюда, я помню. Помнишь, да, мы находили неоднократно. Так вот, для чего это нужно? Блин, мне тоже надо сканер такой же сделать. А, ну, да, что делается? Не скажу, не скажу. Так, короче, ладно, пополи-то до дома. Там уже, значит, скинем все вещи, которые мы сейчас подлутали, да? Иначе надо где-то по дороге домой найти второй фрагмент этого глайдера. Ну, надо как-то нам с тобой ночь переспать. Но переспим-то мы её обязали, ты не переживай. Так, а вот, ну что валяется? Я тебя там подправил. А, ну-ка. А где? О, смотри, я урну сканирую, прикинь? Мы сможем делать урну, Андрей, вот это. Охуеть, это так много. Всё, я просканировал, я просканировал. Смотри ещё, Олег, смотри. Чего, 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 где-то-то-то-то-то-то-то. Нет, это так не работает, это работает немного с другими деталями. Так, у меня ещё 45. Короче, смотри, наша главная задача сегодня с тобой на сегодняшний день. Нам нужно будет 100% построить костюм, который против радиации, да? Против радиационный костюм. И отправиться на этот огромный корабль, чтобы посмотреть, что там вообще находится. Там же по-любому дофига. И описательно-то делать надо на глайдере. 100% так, ну что, не хочется, а что не хочется, Андрей? А куда мой нож проебал? Хочется, не хочется, переходится, как говорится, понимаешь. Всё захочешь, я тебе серьёзно говорю. Олег, я нож проебал. Чего, как так-то произошло? Я не знаю, он у меня был в руках, и всё стоит, нет. Может, он у тебя в инвентаре валяется, нет? Я смотрю, нету в инвентаре. Кстати, по-моему, вторая деталь от глайдера была где-то здесь, насколько я помню. Мы её не подбирали, и вот где-то вот в этом районе. Нет, короче, надо по-любому сюда возвращаться днём, потому что сейчас просто нифига не видно. Только, блядь, нож создал, уже проебал его. А может, он у тебя сломался? Может, он просто сломался у тебя? Нет, не думал об этом. Говорит, эвари куинстер голого корабля солнечный луч. Аврора, вы нас слышите, приём. Я чё-то, кстати, не помню, чтобы мы услышали такое голосовое. Один только лак, у них уже эти корабли Альтеры. У них заканчивается смазка двигателя, они шлют сигнал СОС. А предлагают им помощь, они не отвечают. Это про нас речь идёт, или про кого, или какую-то другую спасательную капсулу? Я вот этого просто не понимаю. Аврора, я на дальнем конце системы. Потребуется больше недели, чтобы добраться до вас. Вам ещё всё ещё нужно, а помощь? А, так вот, смотри, мне кажется, нам нужно вернуться на Аврору. То есть, это огромный такой корабль, да? И они смогут вернуться через неделю. Вот, попробуй ещё раз завтра. Чёртов устав заставляет нас прожигать наши кредиты, бегая. Ну всё, короче, я понял, что нам нужно сделать. Нам 100% нужно идти на Аврору, на этот огромный корабль. Там мы подадим сигнал СОС, и, возможно, за нами кто-то прилетит. Всё! То есть, нам осталось, единственное, наверное, как-то, ну, обустроиться, как-то спастись. А почему у нас, кстати, аптечка постоянно генерируется? Как это? Высосенный ебаный. Как это? Что? Что у тебя там случилось такое? Что такое? Короче, смотри, значит. У меня тут открылось очень много крафта, я сделал себе сетчатое волокно, и сетчатого волокна я могу делать... А, блядь! Ну и что, и сетчатого волокна там? Аптечку. Ещё я могу сделать плавучий воздушный насос. Так, отлично. Ну, я тоже могу это всё делать. А зачем вам нужно? Я пока не знаю, для чего всё это нужно, но я пока что... О, слышишь, а у меня есть инструмент исследователя, размещать голографические диски, указатели, необходимые для пуски обратной дороги. А, это как факт. Ну, короче, нет, это нам пока не надо, мы, в принципе, и так всё прекрасно запоминаем обратную дорогу, обратный маршрут и всё такое. Вот, у меня тоже есть сетчатое волокно, доступно, мы его обязательно сделаем. Так, а всё, слышишь, мы же костюмы уши можем тогда сделать, по идее, да? То есть, смотри, заходим в вкладку чертежей, костюмы, насколько... А свинец где? А свинец у нас, по-моему, есть. Свинец у нас, кстати, был. Ну, вот, смотри, нам нужно два сетчатых волокна и два свинца. У меня два свинца есть. И у нас ещё есть, я тебе скажу сейчас, сколько свинца. Титан, титан, кварц. А, ну вот. Больше нету. У меня есть. А, нет, один свинец есть. Ну, ладно, мы, я думаю, свинец найдём, обязательно найдём. Тогда смотри, тогда я сейчас сделаю сетчатого волокна. Так не честно, давай мне тогда второй, почему тебе костюма не менять? А это мы сделаем тебе, но что, никто ж не сказал... Хуесосины, ебать. Никто ж не сказал, что тебя кто-то будет кидать, Андрей, ни в коем случае. Так, снаряжение. О, противорадиционный костюм. Ема, пошёл прогресс, создаём. Слушай, ну нормально, как раз сейчас, а, уже утро наступило, отлично. Ты хотел... О, что такое? Ебать, ты бы вился со стороны, блядь, мне надо такое сделать. Блин, ну погоди, ну я вижу некоторые изменения, но надо будет обязательно на это посмотреть. Так, ну всё, у нас, блин, ну ребята, у нас почти весь комплект собран. Короче, я пойду сейчас туда вниз, я пойду сейчас лутаться, я попробую сейчас найти вторую запчасть для этого, для глайдера, и потом мы пойдём уже за кварцем. Ой, не за кварцем, а ты свинцом. Вот, то есть всё это дело мы будем добывать, надо... Помоги мне добыть, помоги мне добыть свинец, а я пойду сейчас это волкно ещё всегда добуду. Я всё это, я, 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 смотри, я параллельно, я ищу этот, вторую деталь до глайдера, и параллельно к этому ещё свинец, то есть так или иначе, как бы, ну, мы держимся вместе, сообща, понимаешь, да? Как бы друг друга в беде не бросит, поэтому, как бы, нормально всё, короче. Я тебя брошу везде всегда. Ай, ты засранец какой, а? А когда он тебя будет жрать, я убегу. Блин, ну я точно помню, что где-то здесь была эта деталь. Вот мы ещё 100%... Ну-ка, погоди, металлолом, металлолом подобрали, отлично. Короче, будем искать, будем искать, смотреть. Короче, ребят, мы так и не смогли найти второй образец глайдера. Я вот, правда, я вам скажу, мы плавали, наверное, минут 30. Вообще, ну, просто ничего не нашли, вообще ничего. У меня уже 10 инвентарей забитых ресурсов, я не знаю, куда их девать. То есть нам нужно, как минимум, расширять нашу базу. Ну, мы это уже сделаем, наверное, чуть попозже. Уже точно не сегодня, чтобы просто можно было хотя бы нормально куда-нибудь эти вещи раскидать. Вот, и Андрей, ну, покажи. Ну, ё-моё, миди. Ну, а так, да, Олег, да, 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 да. Слушай, ну, костюм реально прикольно выглядит. То есть я прям не ожидал, что он выглядит именно так. Короче, я сейчас поскидываю все ненужные ресурсы, наверное, да. Ну, точнее, как, ненужные. Нужные, просто я поскидываю себе в хранилище. Вот, и я думаю, что мы можем уже тогда смело с тобой... Олег, в следующей серии мы обломки найдём, обещаю. Сто процентов, ребята, сто процентов найдём. Просто я не знаю, но на это, видимо, нужно очень много времени, да. То есть просто это очень тяжело их найти, правда. Чего я не могу выбросить? Я же могу как-то, я же как-то наверняка можно как-то... Чё, реально никак не могу выбросить образец. Короче, ладно, чё, поплыли? Раз уже у нас теперь с тобой есть готовые костюмы, то я думаю... Ну, надо, подожди, надо покушать, надо всё это сделать. Да ну, ё-моё, ну, поплыли пока ночь не наступила. Это что там плавает такое? Это тот, который фуняет или что он там делает? Да, это, скорее всего, он. Давай, Андрей, сейчас ночь наступит, а мы уже никуда не попадём, понимаешь? Всё, наконец-таки отправляемся на Аврору. Так вот, бомбочкой просто, рыбочкой просто залетаем. Да, тупой, блин. А что? Что такое? Ну, зачем туда направляться? Живём здесь кайфуем. Смотрите, нам по сюжету нам нужно оттуда подать бедственный сигнал о том, что мы живы, что мы типа здесь. Ребят, спасайте нас, пока мы ещё живы. Смотри, мы кайфуем, у нас есть еда, у нас постоянная рыба, у нас есть вода. Андрей, я не сказал, что мы кайфуем. Андрей, в твоей компании это реально такое себе. Ну, тогда я попал обратно. Не-не-не-не-не-не-не, ну, сейчас снова лагать будет, возвращайся обратно, давай. Извиняйся тогда. Тут ещё просто проблема заключается в том, что когда мы с Андреем, да, отталкиваемся на всё большее расстояние, то у нас начинает всё больше подгружаться какая-то, да, значит, опролистовочка. Смотри, ты что сзади? Что такое? О-о-о, юбигатый фонарик себе сделала, а? Значит, пока я всё это делаю искал. Ты вот этим делала. Блин, не хрена себе, он светит. Слушай, мне кажется, мне кажется, что здесь что-то должно быть, слышишь? А если здесь старые обломки? И что, да? Андрей! А-а-а-а, Андрюша! Олег, уходи, уходи от него. Блин! Я, бипец, испугался, слышишь? Так, надо подлутать, погоди. Пещерная сера. Это не обломки, блядь, это не обломки. И вот тут ещё пещерная сера. Сыровик ещё какой-то. А, так всё, я ещё заизучил. Ладно, хотя не надо заизучать. Вот тут просто куча обломок. Я думаю, что здесь что-то должно быть по-любому. Сто процентов. Нет? Обычно... Опа, погоди. Ну-ка, что это такое? Что это такое? Кофейный торговый автомат? Серьёзно? Какова вероятность, что на дне океана я изучу кофейный торговый автомат. Вот скажи мне, пожалуйста. Я выпил чашку кофе. Такое вредо вообще. Так, ты только слышишь за кислородом своим следи, мальчик? Это всякое. Ты за базаром. Я-то слежу всегда за базаром. Не надо мне тут, а. Так, а погоди, стой. Я изучил или не изучил? Просто такое ощущение, что я нифига не изучил. Сейчас, погоди, я ещё раз поплыву. Не, всё изучил. А вот это что такое? Погоди. А, это ничего, просто какой-то торговый автомат. Блин, ну вот опять, ну подплыви хотя бы ко мне поближе, чтобы ты с фонариком своим мог освещать меня. Я ж ничего не вижу вообще. Надо было позаботиться об этом. Только я пока искал этот глайдер, ты заботился о себе, понимаешь? Нифига себе, как он светит, ема. Да, он как будто днём. Я тоже хочу себе фонарик теперь такой. Свети тогда вперёд, свети тогда вперёд, освещай мне путь, давай. Нет, Олег, нищеброзно такие фонари не дают. Ай, ты засранец вообще, нифига. Всё, но мы, кстати, уже побываем, мы уже приближаемся, так что мы уже прям близки к цели. Так, Андрей, а ты понимаешь, да, что чем дальше мы отдаляемся от дома, те, возможно, опаснее могут... Это что такое? Опа. Фрагмент мостика. О, так слышишь, это что-то для корабля скорее. Е-мо! Ты видишь, какой у нас появился чертёж? Это только один из трёх. Там огромная какая-то просто подлодка невероятных размеров. Это потом мы сможем типа это? Может, не отождёмся, я не знаю, я вообще просто ничего не вижу. Хотя, если мы внутрь зайдём, по идее, то внутри же должно быть святое, я считаю, да? Да, я не думаю. Ну, радиация, кстати, не бьёт. Это очень хорошо. Я вот уже на... Ты где вообще, слышишь? Может, подпоёшь ко мне, пожалуйста? Я потерялся. Да на... Во! Всё, о, мы прямо на земле находимся уже, ни себя, земля. Это кто? Это кто такой? Андрей! Где? Ты видишь, Андрей, смотри, смотри, это что такое? Ты видишь? Это... Это песчаная акула, прикинь? Ах, сука, нихуяна здоровая. Ты... Ты видела этого, а? Бей её. О, О, Андрей, уходи, уходи, Андрей, Андрей, уходи, уходи. Ну, нафиг, она, слышишь, она ещё не больше по песку уходит, я тебя серёд. Да, реально, слышь? Ну, её нафиг. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, ребята, страшно так-то. Олег, смотри, риск, самый большой риск в моей жизни. Смотри, кого я сейчас изучу. Ой, нифига, я тоже, слышишь, я тоже её изучаю. Нифига, я её изучил. Её своей формой жили песчаная акула. Её, она огромная, про... Она прямо так и называется. Я прям, я-то, прям, страшно рядом с ней находиться. У неё глаза прям огромные, прям, зубы гигантские, вы понимаете? Она, кстати, не агрессирует. Не надо привлекать, не надо. Андрей, она считает. Ну, реально, она, сша, ну, не просто так она называется, песчаная, видишь? Мы как раз на песке сейчас стоим, и она вот прям к нам сюда поднимается. Ну, сука, тварь, бля, я убью, нафиг. Когда там день уже наступит, ну, реально, ну, побыстрее можно как-то, не? Ну, вот, вот это другое дело, ребята. Судричка, пара! Господи, как я хочу сдохнуть. Что тебе не нравится, я не понимаю. Так, нам осталось только найти вход. А ну-ка сюда идти. Мне кажется, что вход мы должны найти, наверное... А дай сюда молодой, кстати. Хотя, мне кажется, наверное, да, в ту сторону идти, да? А я дай сюда молодой, или сейчас я свою пышку разобью. Что-то не сейчас вообще такое скажи, а? Так, это что валяется? Погоди, фрагмент двигателя, ещё, смотри, ещё, 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 ещё. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так, смотри, ещё один из трёх. А, подожди, а циклоп, а чё такое циклоп? Циклоп мы, походу, не находили ещё, да? Смотри, Олег. То есть это для какого-то корабля, ну, чего такое? Олег, смотри, какая прорисовка. Слушай, ну, нам с тобой надо найти какую-то террень, скорее всего, да? Олег, там акула у меня прыгает по песку. Где, 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 не вижу. Ну, возможно, это рассинхрон, ты не вижу. Возможно, это рассинхрон, потому что, когда на меня бежала акула, ты не особо торопился куда-то, поэтому... Так, это чё? Выступ известняка, а ну-ка, чё это такое? Нет, стан не надо, стан есть дофига. Так, это чё у нас валяется? Металлолом. Блин, ну тут прям очень... Фрагмент у энергопередатчика. Забираем, сканируем. Ща, 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 всё, есть энергопередатчика. Капец, здесь деталей дофига изучить всяких можно, слышь? Пиздец. Знаешь, почему мне кажется, что здесь прям дофига всяких деталей? Потому что, возможно, это считается каким-то, возможно, опасным районом, да? И как раз-таки здесь вот эти вот акулы, и как раз-таки разбросаны очень много полезных деталей. Блин, мы как раз-таки здесь этого кварца запуял. Да, только вот я всё равно не понимаю, как нам нужно проникнуть внутрь этого корабля. Я просто банально не вижу входа вообще с какой-либо стороны. Давай плыть вокруг. Ну давай, 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 давай будем плыть вокруг. Я просто боюсь, что рано или поздно акула у нас захавывает 100 раз, да, понимаешь, да? Так что я реально переживаю на этот счёт. А, ничего страшного, я просто в рот дам, блядь, я просто. Так, здесь ничего, никаких полезных деталей нет. А здесь очень темно как-то у меня. Темно, не, у меня здесь нормально всё. Ну здесь какая-то вода просто мутная идёт, и из-за песка, скорее всего, из-за песка. У меня опять ночь наступила. Да не, всё нормально, какая ночь. Забрёт, блядь. А, реально, слышишь, затмение, это затмение, блядь. Да, затмение, я же тебе говорю, что это хуйня. А, ну не, у меня оно уже прошло. Ну оно проходит, оно недолго будет длиться, всё, нормально. Я даже не знал, что затмение в этой игре есть, блядь. Ты знаешь, что солнечное затмение раз в 100 лет? Да, вот, и мы стали, понимаешь, свидетелем этого солнечного затмения, прекрасно, да? Да, и в это время мы были в хуйнях, океане нахуй, блядь. Так, это металлолом. Вот, смотри, я уже вот видел там какие-то текстуры. Ты чё-то нашёл? Я просто, видишь, я пытаюсь сейчас смотреть по сторонам, чтобы в случае чего просто ничего полезного не пропустить. Ты понимаешь, что мы уже почти в километре от нашего дома, Андрей? Ты это понимаешь? Нормально, нормально, нормально. Прикинь, если сигналы форм жизни в данном регионе редки. Так, ещё вот. Радиоактивные осадки могут иметь глубительные воздействия на планетную экосистему. Если не вылокализировать их течение... Олег, я нашёл вход. Ты нашёл вход, реально? А, ну-ка. Ну что? Ну что, всё трясётся? Да, это типа радиационные эти... Ой, блин. Так, ну хорошо, мы внутри, и чё дальше? Погоди. Тут столько обломков внизу, Андрей! Просто посмотри, как это выглядит. Мне кажется, тут 100% что-то полезно должно быть. Прям 100% чертежей. Ну, так я про это и говорю. Возможно, что-то мы сейчас здесь можем найти. Просто жесть всё трясётся. Так, ладно, хорошо. Я сплываю наверх. А ты забрался? Ой, Олег, не того врода, да. В смысле? Кто? Погоди. Ой, крабики какие-то. Так, это чё? Я... Ай, блин! Ай! Тихо-тихо-тихо, слышь? Спасибо. Ай! А что, где? What the fuck? Где я нахожу? Слышь, Андрей, а мы точно сможем сюда ставить? Ты убил его? Да. А их тут двое? Эх, эх, эх. Это из этого? Это из Half-Life'а, блядь. Да, да я... Всё, я вроде одного загасил. Вот это... Ты рядом с тобой ходишь, слышь? Гаси его, Андрей. Блэд, тесно. Давай, 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 давай. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Хорошо. Всё, блин, Андрей, если дальше так же будет, то это пипец. Это что, надо открыть ящик с припасами, блядь? Вот я тоже... Аптечка. Это прекрасно. Там ещё один, ещё, 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 ещё. Что, у тебя пипец рассинхронный? Блин, да ебаный. Вот, вижу. Вот он, вот он. Да что такое, господи, да? Вот он. Пипец рассинхронный, конечно, лютый начинает, ребята. Я увижу вместе с тобой, вот он. Так, всё, и тут ещё, ещё одна аптечка, отлично. Так, мне нужно срочно похиляться, прям 100% похиляться, 100%. Так, погоди, я одну аптечку выбросил. Так, всё, погнали дальше, слышишь, погнали. Только я не знаю, как нам дальше идти, но давай будем искать какой-нибудь проход. Я всё трясётся здесь. Что-то должно быть, 100% что-то должно быть. Так, ну вот, смотри, рабочий стул, смотри, юзать можно, смотри, видишь? О, давай. О, так же давай, снаюзаем и звучим хорошо. Ну смотри, дальше я не знаю, нам стоит вообще идти или нет, потому что реально стрёмно. Вообще там есть какой-то проход, но мы не можем пройти, мы не можем пройти. Немедленно пополнить запасы. А, блин, у тебя нет ничего, чтобы попить можно было, Андрея? У тебя нет там никакой жидкости, скажи, пожалуйста, нет? Блядь, вместо того, чтобы готовиться и на меня выёбываться, я готовился. Я вместо этого, я напомню тебе, искал глайдер, напомню, да? Я выбросил от тебя одну бутылку и ничьи. Спасибо большое, спасибо, 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 спасибо. Слушай, ну мне кажется, а если мы заплыли не с той стороны, и с той стороны, с которой нам нужно... Ой, тогда пошёл. Ну я просто предполагаю, такой расход событий, что нам нужно было заплыть с другой стороны тоже, понимаешь? Смотри, иди сюда. Что такое? Ты что, здесь можно пройти? А, там ещё можно пройти? А ну-ка, давай. Так, внимание, низкая целостность конструкции корабля. То есть, подожди. Во, тут можно по верху пойти. Реально? А ну, погоди. Могут потребоваться противопожарное оборудование и лазерные резаки. А, так вот, видишь, мне кажется, что мы проходим в какие-то определённые локации здесь. Ой, тут опять эти крабы, Андрей. Объезжим от них, да, Коля? Давай-давай-давай, просто отвлекаемся, просто не смотрим на них, просто уходим и всё. Короче, мне кажется, чтобы пройти в определённые какие-то объекты, нам нужно будет сто процентов использовать какие-то лазеры, да? То есть, чтобы... Блин, ну тут дофигачи этих крабовых, прям дофигачи, слышишь? Да пиздец. Одноглазых, они прям бегут за нами, Андрей. Да вот ещё, ай, больно. Блин, осторожно, пищеварительный тракт близких форм в жизни содержит следы человеческих тканей, и чего? И ничего, да, блин, опять мы не... Ай, блин, нет, давай разберёмся, слышишь, давай, хотя нет, слышишь, давай вот отсюда подойдём. Убежали, Олег. Ну, а ты уверен? Андрей! Что такое? Ой, блядь, меня там валиваются. Я упал в самый низ! Я просто упал в самый низ, подожди меня, я сейчас блин к тебе. Да что это такое? Андрей, я горю или нет? Стой, погоди, Соль, Соль, Соль. Нет, всё нормально, ты идёшь. Меня как будто что-то плюнули. А ты точно уверен, что мы... А, ну хотя да, слышишь, походу реально правильно идёшь. Да, дорога сюда ведёт. Ты как будто карту знаешь, я тебе отвечаю, реально. Я просто иду куда-нибудь. О, ещё боезапасы, смотри, это что такое ящик с припасами? Ну, блин, это всего лишь аптечка. Почему нету тормозиков, почему нету нормального? О, огнетушитель, вообще скайпл. Так, смотри, огнетушитель-то есть. Смотри, я могу, в принципе... А, тогда давай тушить. Я вот, да, 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 да. Вот я вот это сейчас потушу, и мы сможем пройти немножечко дальше, как я понимаю, да? Стоп, а может быть тут что-то полезное будет, нет? Шлюза, смотри. А, ну, не, вот мы как раз сейчас и находились в отсеке со шлюзами. Дурак. А ты где? Пошли за мной, пошли за мной. А, я взорвался, они тебя не интересуют. Ты дурак. О, смотри, грузовой отсек администрация. Блин. Так, я хочу в администрацию. Где администрация? Погнали в администрацию, погнали. Система Аврора работает на локальном источнике резервного питания. Отдалённая загрузка данных червёрного ящика недоступна. То есть мы, так или иначе, мне кажется, сможем использовать чёрный ящик. Так, давай, я здесь потушу. Блин, только он у меня запас. У меня Алекс играет в этот ящик. Ой, ой, горю. Ты слышишь, ты так, конечно, не геройство особо, слышишь? О, я ещё горю. О, Андрей, Андрей, потуши меня. Ой, ты что? Терминал базы данных. Ну-ка. Просканированный фрагмент ядерного реактора один из трёх. Просканированный фрагмент телоэлектростанции один из двух. Вообще по кайфу, слышишь? А это что, валяется такое? Оставленный КПК. Всё, отлично, забрали. Так, что-то, так вот это тоже. Давай потушим здесь на всякий случай. Давай. Блин, ну у меня отсыщаешь так-то. Ой, огонь-то сзади разгонается, ты смотри. Только Олег тушит мясо, огонь гасит. Какая радица, Андрей. Так, ладно, погнали тогда в другой отсек. В следующий отсек. По батареям ящик с припасами. Так, погоди, мне нужно срочно похиляться. Сто процентов, сто процентов похиляться. Так, я одну отсечку ещё случайно выброшил. Так, знать, теперь мы с тобой идём в грузовой отсек. Не знаю, конечно. О, ещё оставленный КПК. О, пропустили мы пушки какую-то, слышишь? Какая-то пушка, прикинь? Если тут реально можно будет найти нормально стойчее оружие. Да, реально, слышно? Это напоминает, это похоже на какую-то пушку, реально. То есть, если мы сможем использоваться какими-то стволами, прям нормаливать, то это... А, Свет, а мы дальше сейчас можем пройти вообще, не? Мне кажется, тут перекрыто. Ага, здесь заварено. То есть, знаешь, мне кажется, что нам тут уже резаки нужны, вот эти вот лазерные, да? Про которые нам говорили, скорее всего. Либо, 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 либо иди сюда. Погоди, сейчас. Либо пойти поверху? Сейчас, возможно, сможем войти немного в систему. Погоди. Только надо здесь, да, потушить вот это всё. Да, блин! Я снова горю. Тихо, спокойно, спокойно, без паники. Просто тут... Нет, Андрей, да ты... Почему так? Почему так? Я не понимаю. Только не говорите, что я вернусь обратно на корабль. Олег, резко-то и выпадет. Нет, Андрей. Я вернулся обратно, блин, на корабль, ты понимаешь? Кошмар вообще. Ну что, Олег, лох? Ну и что делать теперь? Короче, я попал к тебе, я попал к тебе, я попал в правый отец. Олег, я тоже сдох. Да молодец, молодец, молодец. Мне просто интересно, что находится ещё с этой стороны, где находятся реакторы. Просто реально очень интересно посмотреть, что там находится. Или там то же самое. Андрей, а ты тоже это видишь? О, да. У тебя там... Нифига себе, там щука какая-то выпала. А чего это горит такое, погоди? Почему вода горит? Что это такое? Это что-то упало или что это такое? А, нет, это монстр горит. Вот рыбка. Монстр? Рыбка горит? Чего? А, нет. Рыбка горит. Смотри, что за фигня вообще происходит, ребят? Просто... Это, наверное, аэродрополит. Просто, это что такое? Так, ладно, поплыли к реактору, посмотрим, что находится там. Нифига себе! Это реально такие реакторы огромные. Вот это графон, конечно, бля. Просто... Это что за звук? Погоди. Или мне что-то показалось? Так, это что? Это металлолом или эта деталь? Да, это... А вот это уже не металлолом. Блин, ну, корабль очень гигантский. Погоди. А это что такое здесь валяется? Это что такое? Ну, что, серьезно? Я... Ой, водичку нашел, прикинь, вячики с припасами вообще. Я пла кайфу, спасибо большое. Слушай, ну тут просто реактор, конечно, какие-то просто невероятных размеров, ребята. Понимаете? Я не знаю, это просто огромный гигантский шаттл. Я просто боюсь представить, сколько ресурсов нужно, чтобы запустить такую махину. Ну, реально вообще летать куда-либо. Это же просто какая-то жесть. А, как я понимаю, входа с этой стороны нету никакого, да? Даже под водой, да? Походу, ну, да. То есть вход только с той стороны, да? Походу, я был прав, а так как обычно проебланился. Ай, блин, ну и что такое-то, а? Ну, и что? И что нам теперь? Ну, погнали, ладно, обратно будем возвращаться домой. Не, ну, по-любому здесь же что-то должно быть. 100% здесь что-то должно быть. Я тебя уверяю. Ну, не просто же так мы были сюда. Да нет, Олег, все, не надо. Да что нет, да, 100% да. 100% так, кварц валяется. Это что у нас такое здесь валяется? Это что, металлоом валяется? Блин, ну вот одну детальку для глайдера нам оставалось найти, и так они нашлись найти. Ну, такой бред просто реально полный. Найдем, 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 точно найдем, Андрей, точно найдем, отвечаешь, да? Найдем, найдем, найдем. Просто я помню, что в первой серии мы ее видели, но мы не знали, что с ней делать. Ну, во-вторых, опа, погоди, опа, это что такое валяется? А ну-ка, а ну-ка, ем, а так, фрагмент двигателя циклопа, смотри. А ну-ка, два из трех, два из трех, мальки. Ну, возможно, и циклоп можно собрать скоро. Мне кажется, мне кажется, мы раньше соберем какой-нибудь циклоп, нежели чем гладер, реально, я тебе серьезно говорю. Блядь, Дерек, будешь много пиздец, и хлопом сейчас будешь ты, нахуй. Нормально вообще, слышишь, обращайся со мной хорошо. Это что слева? Это что слева? А, это водоросли, блин. Я уже подумал, там огромная рыбеха какая-то плывет. А вообще, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, тут мир вообще как бесконечный, и, ну, прям богат всякой фауной, или тут еще же есть какие-то рамки и пределы. Просто так-то, если мы реально построим какой-нибудь корабль, или будем просто постоянно передвигаться туда-сюда, то это же прикинь, сколько всего мы сможем с тобой увидеть, это же просто жесть. Тут мир, на самом деле, настолько богат, и тут столько всего интересного. А подожди, а мы вообще на земле или где? А вот, ну, вряд ли на земле, какая земля вообще, Андрей, ты такое на земле видел, скажи мне, пожалуйста? Я вот ни разу такого не видел. Или это другая планета? Мне кажется, это другая планета, Андрей, мы же как-никак пролетели на космическом шадле, сюда, который потерпел крушение, так или иначе, да? Поэтому вряд ли мы находимся на земле. Ладно, ребят, я думаю, что на этом мы будем заканчивать нашу сегодняшнюю серию. Я надеюсь, вам понравился второй день выживания в такой игрушке, как Савнатика. С вами сегодня были, как всегда, Али Кофи и Андрюшенька Индифай. Огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, обязательно влюбить в локусик. Ну, а с вами сегодня были, как всегда, Али Кофи и Андрюшенька Индифай. Спасибо за просмотр, все до скорой встречи, и все, пока-пока. Всем пока-пока.